В эфире Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в начале главные темы. Невыгодные клиенты. Одна из управляющих компаний Абакана отказалась от обслуживания сразу нескольких домов. Драка возле Наутилуса. История продолжается. Мы встретились с родителями парней, которых обвиняют в смерти Артема Карлышева. Награды за любовь и верность. В День Святых Петра и Февронии в Абакане назвали лучшие семьи. Жители нескольких улиц Абакана остались без бытовой техники. Причиной многотысячных убытков стал скачок напряжения. Из строя вышли телевизоры, компьютеры, стиральные машины. Кто виноват? И могут ли люди рассчитывать на возмещение ущерба? Выяснял Алексей Баинов. Вчера обратились в сервисную службу. Нам сказали, сейчас перезвонили нам, сказали, что где-то 4 700 нужно оплатить будет за ремонт машинки. Сразу на нескольких Абаканских улицах в районе завода Лигмаш вечером 3 июля после ремонта электросетей дали электричество. Одновременно произошел скачок напряжения. В результате во множестве домов вышло из строя больше сотни электроприборов. У меня, например, сразу сгорела машинка и сгорел компьютер. Хлопки были. И все отключили, а потом, когда дали свет, уже все. У нас тарелка не показывает. Триколор не показывает. У нас тарелка сгорела, микроволновка, теперь чайник, термос. У меня прибор для измерения давления. Жители из улицы советских космонавтов завершающийся ремонт электросетей уже не радуют, хотя установлены новые столбы и питающий кабель. Реконструкция идет давно. С мая люди живут с перебоями. Сегодня свет есть, завтра нет. Такая же история на параллельной улице Металлистов, где, кстати, разводка кабеля продолжается и сейчас. Представители компании «Хакас сеть ремонт» не стали комментировать происшествия. Энергетики были здесь, приезжали? После этого случая? Нет, нет, никого не было вообще абсолютно. Что вообще возмущает? Вот как так? Они знают, что это по их вине и ничего не делают. Новые сети – хозяйство Абакан Энергосбыта, где нам и подтвердили – все компенсируем. Но для этого всем жителям необходимо пройти определенные процедуры. Обратиться в электрические сети по факту того, что в такой-то период времени был скачок напряжения, в результате чего у них вышли из строя бытовые приборы. Получить дефектную ведомость в любом автореализованном специализированном центре по ремонту электробытовой техники. И, соответственно, если они готовы отремонтировать, то есть понести затраты на ремонт, и потом эту сумму приложить вместе к заявлению и сдать нам. В Абакан Энергосбыте подтвердили – энергоудар произошел по вине подрядной организации. Именно она провела подключение с технологическими ошибками. Однако жителей это касаться не должно. Вопросы компенсации в любом случае будет рассматривать Абакан Энергосбыт. Алексей Баинов, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. Хакасия готова сотрудничать с представителями китайского бизнеса. Некоторые из возможных вариантов были рассмотрены на встрече главы республики Виктора Азимина с делегацией предпринимателей из Китайской Народной Республики, которая прибыла в Хакасию для проведения переговоров. Основным участником обсуждения со стороны гостей выступил Люци Тау, руководитель компании, которая в КНР является одним из ведущих инвесторов по реализации крупных инфраструктурных программ. Иностранные гости выразили большую заинтересованность проектом развития компании «Мавр», а именно строительством современного животноводческого комплекса с заводом по производству комбикормов. При этом Виктор Зимин подчеркнул, что правительство республики и ООН, как глава Хакасии, готовы выступить гарантом соблюдения партнерских отношений. Наряду с сельхознаправлением представителей КНР заинтересовал проект комплексной жилой застройки Новообразцова. Люци Тау отметил, что это совпадает с тем, что они реализуют в Китае. Также в центре внимания оказались предложения по строительству транспортной инфраструктуры, развитию гостиничной сети и возведению грузового терминала на территории Абаканского аэропорта. Теперь китайская сторона намерена отправить в республику делегацию специалистов с целью более подробного изучения инвестиционных предложений и вариантов взаимовыгодного сотрудничества. Страсти вокруг драки возле киноцентра «Наутилус» никак не улягутся. История со смертью Артема Карлышева получила широкий общественный резонанс. При этом обе стороны надеются на справедливый суд. К нам в редакцию обратились родители парней, которые принимали участие в той ночной потасовке. С ними пообщалась Олеся Калиниченко. Своих имен женщины не называли. Лица попросили также не показывать. Того факта, что их дети дрались возле «Наутилуса», они не отрицают. Однако расследование еще не закончено, а участников потасовки уже называют убийцами. Родители просят общественность не делать поспешных выводов до конца следствия. Мы хотим донести до народа самое главное, что мы не работники ФСБ, мы не высокопоставленные лица. Мы обыкновенные рабочие люди, что с одной семьей, что с другой. Дети наши такие же, не золотые сынки, а простые работяги. Мы сами переживаем и за детей, и за все. И дети переживают. Дети вообще в таком ужасном состоянии, потому что обычная драка, которую даже как бы они не ожидали. Парни есть парни. И никто не хотел такого исхода дела. И они тоже очень сопереживают. И родителям, конечно, сочувствие. Мать можно понять, мы понимаем ее. Ну и хотелось бы как-то встретиться с ними. В свою очередь, Следственный комитет также опровергает информацию о том, что к избиению причастны дети каких-либо должностных лиц. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления. В настоящее время установлены все участники драки. Однако в данный момент отсутствуют законные основания для их задержания по подозрению в убийстве и ареста, поскольку, согласно имеющемуся заключению судебно-медицинского исследования, обнаруженную потерпевшего телесные повреждения, не состоят причинно-следственной связи с его смертью. Следственный комитет намерен детально восстановить то, что произошло возле наутилуса 26 мая. По факту смерти Артема Карлышева назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая проводится за пределами республики. Олеся Калинченко, Евгений Бояринов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. До единого дня голосования осталось ровно два месяца. Сегодня в избиркоме республики подвели итоги начального этапа этой кампании. Так, накануне в полночь завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета Хакасии 6-го созыва. По 25 одномандатным округам заявилось 179 человек. Большая часть – представители региональных отделений политических партий и 21 самовыдвиженец. Конкуренция среди кандидатов достаточно серьезная. В среднем 7 человек на один депутатский мандат. Самое высокое соперничество будет по второму одномандатному округу. Здесь 10 претендентов на одно парламентское кресло. Из-за изменений в законодательстве было много разговоров по поводу размеров и длины будущих избирательных бюллетеней. Сегодня в избиркоме представили образец документа. По выборам главы – это вот такая форма, максимальная форма. Почему максимальная? Потому что кандидаты, понимаете, может быть после регистрации меньше, но больше он уже не будет. Что касается избирательного бюллетеня по республиканскому округу по выборам депутатов февронного совета. Вот такая максимальная его будет длина – 10 политических партий. Будет общереспубликанская часть в соответствии с нашим теперь законодательством, где будут фамилии трех кандидатов, которые включены в общереспубликанские списки. И будет территориальная группа, где будут фамилии двух кандидатов. Сейчас в избиркоме практически завершился процесс выдвижения кандидатов на различные должности. И началась процедура приема документов для регистрации. Всего в эту избирательную кампанию в политической борьбе примут участие 500 граждан республики. Сразу 9 многоквартирных домов Абакана остались без управляющей кампании. От обслуживания отказалась ЖУ-6. Население узнало об этом через объявление. Как восприняли новость люди и что будет дальше? Об этом в материале Алексея Гончаренко. Без управления остались двухэтажные деревянные дома в микрорайоне Гавань. Объявление несколько обескуражило местных жителей, потому что стало полной неожиданностью. Но особого беспокойства не доставило. Здесь говорят, что если бы не это объявление, то, вероятно, и не заметили бы исчезновение управляющей кампании. Поскольку особой деятельности ЖЭКа не наблюдают. Кроме того, что периодически вывозят мусор, да и то зачастую не в срок. Здесь мусор не вывозят. Это все... Горка убийственная вообще стоит. У детей столько много. Потому что они не хотят обслуживать нас. С нас дерут деньги, а не хотят... Да, везде часто. С формулировкой «с нас дерут» руководство управляющей кампании категорически не соглашается. Здесь говорят наоборот о том, что приходится нести убытки. Что работать на таких малоэтажных домах невыгодно. Поэтому и отказываются их обслуживать. Несем убытки. Чистые убытки. Жители сами не активны. Мы обсчитали, согласно осенним, весенним осмотров, текущий ремонт. Посчитали, сколько по каждому дому стоит. Предложили тарифы своими. Тарифы не приняли жители. Управляющая кампания предложила населению поднять тариф сразу почти на 60%. До этого собственники платили по 14 рублей с квадратного метра жилплощади. Мы предлагали 22,30. Это вот конкретно по данному дому. Вот это экономически обоснованный тариф с учетом именно тех работ, которые нужны этому дому, чтобы поддерживать его в безаварийном состоянии. В довесок директор приводит еще один аргумент. Многие не платят, и поэтому большие долги. Взять, допустим, нового 15, вот уже 156 тысяч в минус долга. Это они нам, управляющая компания, уже выполнила работу, они нам должны. А по общим с 2009 года, по всем домам, они нам должны. Миллион двести шестьдесят две тысячи. Сейчас уже сложно разобраться в первопричине таких взаимоотношений. Или население не платит, потому что ЖЭК ничего не делает. Или ЖЭК ничего не делает, потому что население не платит. А пять лет назад представители ЖУ-6 буквально уговаривали жильцов заключить договор на обслуживание. И не было ни слова о том, что работать на таких домах невыгодно. Теперь здесь понимают, почему ЖЭК был так настойчив и учтив в решении многих проблем. Потому что ожидались федеральные деньги на благоустройство этих домов. ЖЭКу были выделены своевременные деньги из федерального бюджета на ремонт и благоустройство данных домов. Но получилось так, что они несколько домов всего охватили, сделали такую, ну, воду провели маленько, там, из бушного материала все это сделано. Было некачественно, все размерзает. А сейчас ЖУ-6 отказывается от управления домами. А где денежки? Недовольство у сторон обоюдное. И появившееся объявление как раз отличная возможность прекратить отношения. А дома будут выставлены на торги. Пока конкурс не состоится, пока не определится управляющая компания для управления данными жилыми домами, дома будут управляться действующей управляющей компанией. Но предположим, что на конкурс никто не заявится, потому что нужны убыточные дома, условно убыточные. Иначе будем пересматривать тариф и повторно объявлять конкурс. В Абакане десятки, если не сотни таких домов. И не только на периферии, но и в центре города. На улицах Аскизской, Герцина, Жукова, Советской, Новой, Хакасской, Чертыгашева, Ленина. И это далеко не полный перечень, где завтра обслуживание домов может стать невыгодным. И откуда, даже трудно представить, вдруг перестанут вывозить мусор. Два дачных общества не смогут претендовать на получение правительственного гранта. В Минсельхозе подвели итоги первого этапа республиканского конкурса среди садоводческих объединений. Напомним, программа, направленная на поддержку дачников, действует в Хакасии третий год. Сначала деньги выделялись на противопожарную безопасность. В прошлом году большинство заявок касалось улучшения водоснабжения. В этом на электрификацию. На первом заочном этапе конкурсная комиссия рассмотрела 39 бизнес-проектов. Два одобрения не получили. Это общество Южное и Прибой. Причина невыполнения обязательств. Точнее, не предоставление вовремя отчета по уже полученным грантам. Представителям остальных объединений в ближайшее время придется очно доказывать, что их проекты достойны грантовой поддержке правительства Хакасии. Такое требование Министерство сельского хозяйства республики выдвинуло впервые. Еще одним новшеством является таким значительным. Это то, что Минсельхозпрод в этом году провел градацию в плане денежных вознаграждений. То есть общество, например, до 200 участников может претендовать на грант до 200 тысяч, а, например, общество, у которого более 5 тысяч участников, может уже претендовать на грант в 3 миллиона рублей. Сегодня День Святых Петра и Февронии. Его часто противопоставляют Западному Дню Святого Валентина. Однако у нашего праздника моральная основа глубже и прочнее. Это День Семьи, Любви и Верности. В Абакане сегодня подвели итоги конкурса семей, который уже можно назвать традиционным. Он проводился в пятый раз. Из 27 претендентов отобрали лучших в четырех номинациях. Трудовая династия, замещающая, молодая и многодетная семьи. Самые успешные были награждены сегодня в торжественной обстановке в администрации города. Из рук главы Абакана семьи получили не только памятные подарки, дипломы, но и сертификаты на 50 тысяч рублей. Зинаида Торокова одна воспитывает восьмерых детей. Четверо своих и столько же приемных. К воспитанию подходят творчески. Главная цель – сохранить и передать национальные традиции. Ее семья признана лучшей среди замещающих. Васильевы – молодые родители. Их дети – неоднократные призеры городских состязаний. Победители среди многодетных – семья Сергеевых. Воспитывает четверых детей, самому младшему – 4 года. А самой заслуженной среди трудовых династий признана семья Лукьяновых-Даровских. Общий стаж – 102 года. Мы все энергетики. Мы встретились с мужем здесь, в Абакане. Я приехала по направлению на одном предприятии, работали. Вот вместе нас судьба свела. И потом наши дети пошли по нашим стопам. У дочери – трое детей, у сына – двое детей. Ну, может быть, даже наши внуки пойдут по нашим стопам. И сегодня же архиепископ Абаканский и Хакасский Анафан вручил отдельным семьям медаль за любовь и верность. По указу президента России, такую государственную награду в Абакане получили 6 супружеских пар, состоящих в браке от 25 до 50 лет. А накануне в Абакане прошла акция «Время помогать». Она тоже была посвящена сегодняшнему Дню Святых Петра и Февронии. Активисты организовали площадку для тех, кому есть чем поделиться и для тех, кто хотел бы что-нибудь взять абсолютно бесплатно. Что из этого получилось, расскажет Ольга Стельмах. Площадь у Дома правительства практически на весь выходной превратилась в благотворительную ярмарку «Время помогать». Смысл ее прост. У тебя есть ненужные вещи, отдай тем, кому они необходимы. На такую необычную для Хакасии идею откликнулись более сотни горожан. Кто-то достал из окрамов старую литературу, а кто-то разгрузил детские комнаты. Мы принесли детские игрушки, детские книжки, которые мы уже не читаем. Но ими вполне еще может пользоваться какой-нибудь другой ребенок. Многих людей, я знаю, у своих подруг, они тоже сейчас сюда подойдут. Скапливаются дома детские вещи. Лежат просто в шкафах. А здесь мы пришли, вместе пообщались. Дети наши попрыгали на аттракционах. И в то же время помогли и другим людям. Вторую жизнь подарили еще добротным вещам. Среди них не только игрушки, но и домашняя утварь, и даже мебель. Кстати, ее доставку до дома новых владельцев взяли на себя организаторы акции. Люди сегодня приходили и спрашивали, сколько это стоит. Мы говорим, ну бесплатно, берите, что хотите. Нет, правда можно взять? Да, берите. Ну, у нас, видимо, не тот менталитет. Мы, правда, можем так вот взять все, что захотим? Мы говорим, да, берите то, что захотите. И можете свое что-то принести. Да, мы вот уже с пакетиком здесь пришли. То есть, получился и правда, взаимообмен, взаимообмен между семьями. Пока родители отдают или ищут уже нужные вещи на ярмарке, дети развлекаются по соседству. На Первомайской площади официально открыли детскую площадку. Она будет работать все лето. Первый день все аттракционы бесплатные. Акция «Время помогать» единственная в своем роде в Хакасии. Но, как надеются и организаторы, старт положен. Ольга Стельмах, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Таковы главные новости на сегодня. Напомню, телефон редакции «Вести Хакасия» 22-72-82. Звоните нам и смотрите «Вести». До встречи на канале «Россия». До встречи на канале «Россия».